То есть, ну действительно, это не то, что продолжение информационной войны, это какой-то новый виток. Совершенно верно. Со своей стороны Минск отказался отпускать, несмотря на просьбу достаточно высокого уровня, российских задержанных, которые до сих пор находятся в заключении по поводу событий. Мне кажется, что тем самым Кремль дает понять, что, в общем-то, несмотря на все эти примирительные жесты, ситуация не разрешена. И в случае, если Беларусь откажется выполнять подписанные соглашения, у него найдутся средства для продолжения давления. То есть, вы считаете, что для этого продолжается информационная война? Как превентивная мера? Я думаю, что да, поскольку, в общем-то, мы знаем, уже неоднократно случалось, что белорусская сторона, наверное, и российская тоже, но мы просто знаем больше про белорусскую, не выполняла тех обещаний, которые давала. До поры до времени в России на это не обращали внимания, но, видимо, сейчас они решили уже ковать железо пока горячо, тем более, что, как мы уже с вами говорили, возможности для маневра у официального Минска значительно сузились. Будет ли продолжаться интеграция в таможенный союз, в единое экономическое пространство со стороны Беларуси? Ну, надо полагать, да, но надо иметь в виду, что... С союзным государством что будет, в конце концов? Я думаю, что с союзным государством, с союзным государством уже можно поставить, по большому счету, крест, потому что... Но никто его так и не ставит. Многие аналитики об этом говорят, но... Если будет реализована идея таможенного союза, единое экономическое пространство, союзное государство практически перестанет существовать де-факто, хотя де-юре, оно может оставаться еще достаточно долго. Действительно, никто не может, не хочет брать на себя ответственность заявить, что король умер. Но реально все те договоренности, которые, или почти все те договоренности, которые имели место в двустороннем союзе, переходят на трехсторонние. Ну, может быть, за исключением пока общей конституции и единой валюты. Ну, мы поговорили о Востоке и Западе, да, все, что можно сказать на сегодняшний день, практически сказано. Мы забыли южного нашего соседа. Что с Украиной, как у нас развивалось в этом году, развивались отношения? С Украиной все шло достаточно тихо и спокойно. Экономическое сотрудничество, насколько я знаю, расширялось после кризисного 2009 года. Было несколько встреч Лукашенко и Януковича. Беларусь ратифицировала, наконец, многострадальный договор о границе. Так что никаких особых, по-моему, эксцессов здесь не было. Ну, был даже момент, когда казалось, что страны пошли на более тесное сближение, чего не было давно. Да нет, я бы сказал, что... Тоже сотрудничество по Венесуэльской и нефти. Основы более тесного сближения, вообще-то, были заложены еще с предыдущей украинской властью. Достаточно неожиданно для меня, по крайней мере. Лукашенко и Ющенко нашли общий язык. И мы помним, что даже после избрания Януковича Лукашенко достаточно позитивно высказался о его предшественнике. Да, эти моменты имели место, в том числе и в Венесуэльской нефти. Но ожидать, что Беларусь и Украина смогут каким-то образом объединить усилия в противостоянии России, ну, например, в плане транзита, вряд ли. Стоит подписание Харьковских соглашений между Россией и Украиной газфлот, этот знаменитый, когда за 10 лет Украина должна получить 40 миллиардов долларов за то, что эти ржавые корабли будут продолжать стоять в Севастопольской бухте. И показало, что Украина тоже не прочь что-то получить, дополнительно какие-то экстра преференции от России. И поэтому ожидать, что она выступит против нее, крайне мало вероятно. Так какие же они, итоги белорусского политического года во внешней политике? Вот мы же все-таки не просто год заканчиваем, мы переходим в следующий год, а учитывая то, что прошли выборы президента в следующую пятилетку, с каким настроением можно смотреть вперед? Ну, вы знаете, наверное, однозначно, односложно на этот вопрос ответить нельзя. С Западом будут проблемы очень серьезные, по крайней мере, в течение ближайшего, может быть, среднесрочного периода. С Россией на первых порах как раз, видимо, серьезных проблем не ожидается, но когда придет время реально осуществлять достигнутые договоренности, я не исключаю, что там могут возникнуть проблемы. Ну и более беспроблемный вектор – это, безусловно, Китай, Венесуэла. В этих странах никаких вопросов по поводу прав человека, демократии не задают. Для них главное – это экономика. Экономика с ними развивается, развивается достаточно успешно. Беда лишь в том, что, несмотря на все эти достижения, пока они далеки от того уровня экономического, скажем, сотрудничества, которое имеется в Беларуси с Западом и с Россией. Поэтому заменить эти два вектора они пока не могут. Спасибо вам. Я напомню, что итоги года белорусской внешней политики мы подводили с Андреем Федоровым, аналитикой-международником, политическим обозревателем. Я, Андрей Каравайко, вернусь в начале следующего часа и будем говорить о внутренней политике с Адимом Гигиным. Оставайтесь тут. Продолжение следует.